Что есть искусство, а что порнография, оказывается, может решать не суд, а любая общественная организация. По крайней мере, такой вывод можно сделать после скандала с фотовыставкой Джок Бёрджас без смущения, которая должна была состояться в Москве. Американский фотограф привез работы, на которых изображены дети нудистов. Выставка имела ограничение 18+. Организация офицеры России решила, что это порнография и пропаганда педофилии. В итоге здание выставочного центра было оцеплено, и 25 сентября под давлением общественности экспозиция была закрыта. Несмотря на то, что саму выставку практически никто не видел, интернет-сообщество разделилось на два лагеря. Кто-то поддерживает закрытие, а кто-то считает это самоуправством. Как быть с детьми или подростками, которые позировали и позируют художником? Это разве чем-то отличается от позирования фотоаппарату? Обнажение, тем более на камеру и для публичности, серьезнейший акт. Дети вырастут и сами решат, обнажаться или нет на камеру. Иное – форма манипуляции и насилия. На выставке не было выставлено фотографий голых детей и подростков. Наверное, это тоже важно сказать. Люди разделились на тех, у кого есть дети и у кого их нет. Ужасно простой взгляд. У меня двое сыновей, у моего брата четверо дочерей. И мы не считаем, что на выставке была порнография. Представьте. Позднее эксперт-искусствовед Федерации судебных экспертов после проведения анализа работ художника заявил. Ни закрытая фотовыставка, ни другие доступные в сети работы фотографа не относятся ни к порнографии, ни к пропаганде педофилии. Подробности скандала читайте на сайте tvk6.ru. Продолжает бороться с болезнью. Красноярский оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого в июне 2015 года была диагностирована опухоль головного мозга, отменил свое выступление на сцене Венской оперы из-за курса химиотерапии. К сожалению, мне придется отказаться от роли Симона Баканегра на сцене Венской оперы, следуя совету моего врача пройти еще один курс химиотерапии. Как отметил сам певец, он с оптимизмом относится к медицинской процедуре и с нетерпением ждет предстоящих концертов в Германии и за ее пределами. И она болевшая для Красноярска теме. На этой неделе трижды был продлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Отметим, только с начала этого года режим НМУ длился почти два месяца из девяти. Как такая неблагоприятная экологическая ситуация сказывается на красноярцах, читайте на сайте tvk6.ru. Кстати, новости ТВК разыгрывают полезные подарки. У подписчиков нашей группы ВКонтакте есть шанс выиграть один из двух зонтов с логотипом любимой телекомпании. Больше интересных новостей читайте на сайте tvk6.ru.